Здарова, народ! Сегодня пятница, а значит с вами Еженовости. Еще неделя сборов Локомотива прошла, и нам точно есть что обсудить. Локомотив провел свой первый товарищеский матч. Сыграли в ничью с узбекским клубом Бунеткор. Появились новые трансферные слухи. Опять же, как на выход, так и на вход. Ну и, собственно, неделя в Абу-Даби для Локомотива прошла, и это вполне себе срок, когда можно заметить что-то интересное. Именно об этом я вам сегодня и расскажу. Ну а перед тем, как начать этот ролик, по традиции попрошу вас поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Погнали! Начнем с того, как Локомотив, собственно, провел эту неделю. С пятницы прошлой недели по четверг этой. Я записываю примерно в ночь с четверга на пятницу, поэтому если вдруг что-то происходит в пятницу, не надо мне писать, что «Ай-яй-яй, Артем, как же ты смог не обозреть вот какую-то сверхпоявившуюся только что новость». Ну, просто не успеваю. К моменту выпуска, собственно, ролика проходит какое-то время, и за это время обязательно что-то случается. За эту неделю Локомотив, собственно, успел начать пятидневный цикл интенсивной физической подготовки и уже завершил его, собственно, товарищеским матчем с Бунеткором. От нагрузок выли все, и на видео это заметно о том, как ребята со свисшими языками падают на землю. Иван Игнатьев в своем интервью, например, рассказал о том, что у него впервые такое в карьере, чтобы был интенсивный пятидневный отрезок с двуихразовыми тренировками, когда ну просто вообще ни на что сил не остается. В принципе, возможно, это не потому, что тренерский штаб Локомотива во главе с Кириллом Жинкиным такие вот живодеры, что загоняли в усмерть наших ребят. Возможно, дело в том, что отрезок между окончанием сезона и началом, собственно, физподготовки был как никогда долгим. Фактически он составил там полтора месяца, если не больше. До этого, ну, максимум месяц. А каждый день, каждая неделя она очень даже сильно решает. Поэтому, ну, возможно, ничего сверхординарного не происходит. Но, тем не менее, смотреть на то, как интенсивно работают наши ребята, причем не только, да, вот этот вот бег вокруг стадиона или работа в тренажерном зале, которые, в общем-то, были и летом, которые были и прошлой зимой, но и работа с мячом, постоянный подсказ от тренерского штаба, и от Галактионова, и от Олега Левина, и от Ласькова с Пашининым. Это все на самом деле создает очень приятную картину. И здесь я бы хотел первый за этот ролик раз похвалить пресс-службу, которая очень классно показывает нам эти самые сборы. Вполне возможно, что нам специально подсвечивают вот эти вот моменты того, как ребята устают, как они пашут до изнеможения. Ведь именно это нам, болельщикам, и нужно. После той осени, после 14-го места, хочется, чтобы ребята прям очень сильно постарались на тренировках в межсезонье, чтобы подойти к весеннему отрезку в наилучшей готовности. Ну, а лучше всего это показывают как раз вот кадры того, как ребята, не знаю, обливают себя водой, падают на землю и показывают, что нет, все, я больше не могу, ни секунды больше тренироваться не в моих силах. Такое тоже, в общем-то, в роликах бывало. И за это, конечно, респект пресс-служба, потому что, ну, просто банально приятно это смотреть. Даже если на самом деле ничего сверхординарного не происходит. И такая же самая работа происходила там и два года назад, и три года назад. Не год назад, потому что год назад Гиздаль испробовал другую систему подготовки. Об этом мы сейчас уже можем говорить вполне точно, со знанием истории, со знанием дела. Тогда Гиздаль решил о том, что закладывать вот прям вот эту вот физику в виде кроссов, в виде какой-то огромной легкоатлетической подготовки ненужной. И форму футболисты могут набрать через игры. Дмитрию Барину вот такой способ подготовки не понравился. Зато сборы Михаила Галактионова он одобрил в первый же самый день. Это вот самые-самые классические сборы, когда первую неделю ребят гоняют просто как сидоровых коз, и сил ни на что не остается. Ну а дальше уже идут какие-то более интенсивные, но менее физически затратные упражнения. Да, более игровые, там больше квадратов, больше каких-то тактических упражнений. Они все равно будут бегать, они все равно будут работать в зале, все равно будет закладываться физика. Но организм уже будет гораздо более свежим. И поэтому с каждым следующим товарищеским матчем форма локомотива должна все улучшаться, улучшаться, улучшаться. Игроки должны чувствовать себя все лучше. И к 22 февраля, когда мы встретимся в рамках Кубка со Спартаком, уже подойти в полный бой готовности. Хотя и после этого нужно еще прибавлять куда без этого. Отмечу, что на сборах по индивидуальной программе тренируются Рифат Жамалединов и Лукас Фасон. Рифата Жамалединова я жду, наверное, где-то к середине февраля, к концу даже февраля. Возможно, что на этих самых сборах он так и не сыграет в товарищеских матчах. Возможно, даже в общую группу не вернется. А вот Лукаса Фасона жду, наверное, к концу января-началу февраля. И надеюсь, что в каком-то из товарищеских матчей ему дадут хотя бы 10-15 минут. Это будет очень приятно. Ну, по крайней мере, ощущение, что это произойдет, у меня есть. Кроме того, к ним присоединился сначала Максим Глушенков, который явно не с первых дней сборов вошел в общую группу, но в товарищеском матче участие принял. И Сергей Пеняев, который, наоборот, вроде как начинал в общей группе, но в товарищеском матче участие не принял. И Михаил Галактенов объяснил это тем, что Пеняев переболел и сейчас получает медикаментозное лечение, поэтому его так аккуратно подводят к нормальной физической готовности. Да, оба наших новичка оказались не в лучших физических кондициях. Ну, что поделать. По крайней мере, Максима Глушенкова мы с вами 25 минут посмотрели в матче с Бунеткором. Ну, а Сергея Пеняева еще только предстоит нам себе открыть. Ну, и давайте уже перейдем к матчу с Бунеткором, тем более, что это главное событие недели. Как ни крути, наконец-то мы с вами увидели локомотив на футбольном поле. Не на тренировках, не в кружочках, не где-нибудь еще, а именно на футбольном поле за игрой в футбол. То, чего я так долго ждал, фактически два месяца прошло с какого-то там 25 ноября, когда они сыграли с Нижним Новгородом, и вот до 18 января, когда прошел первый товарищеский матч с Бунеткором. Очень долго, не хочу так долго расставаться с локомотивом, хочу, чтобы играл локомотив постоянно. В целом, ничего нового мы не увидели. Это типичный матч на сборах, когда команда находится под нагрузками. Конечности очень плохо слушаются, особенно это заметно на техничных игроках, типа Антона Мирничука, Исидора или Керка. Скорости очень невысокие, индивидуальных ошибок довольно много, пасы частенько идут вообще никуда, но от этого никуда не деться. Команды находятся под нагрузками, соответственно, ноги налиты свинцом, и даже просто банально передвигать их по полю не очень просто. Так что, если кто-то ждал искрометного галактического футбола, извините, приходите где-нибудь через месяц. Может быть, тогда что-нибудь и будет. Сейчас пока смотрим, наблюдаем и подмечаем кое-какие маленькие моменты. Первый момент, который бросается в глаза, это то, что локомотив играет по схеме 4-3-3. Он играл по этой схеме и в кубковых матчах Галактионова с Краснодаром и Нижним Новгородом, и продолжил сейчас. Причем в матче с Бунеткором приняло участие два состава, один тайм, второй тайм, и в обоих случаях были эти самые 4-3-3 никуда не делись. Более того, эти 4-3-3 никуда не делись даже после того, как на 65-й минуте Михаила Щетинина, ну, прям нормального центрального полузащитника, сменил Максим Глушенков, человек, который, ну, скорее нападающий, или, по крайней мере, крайне нападающий. И казалось, да, что, ну, можно перестроить на, там, не знаю, 4-2-3-1 или на 4-4-2, или еще какие-нибудь схемы придумать. Но нет, остались в тех самых 4-3-3, и Вадима Ракова, человека, ну, явно атакующего стиля, переместили в центр поля, где он, в общем-то, неплохо себя проявил, но о Ракове еще чуть-чуть попозже поговорим. В матче не было разделения на первый состав и второй состав, и в первом и во втором тайме выходили люди, которых в целом мы привыкли видеть в основном составе. Например, в первом тайме вышли Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, зато во втором тайме появились Керк и Карпукас. Ну, уж Карпукас-то точно основной игрок Локомотива. Так что тренерский штаб разделил команды примерно поровну. Мне, например, состав второго тайма понравился даже чуть больше, чем состав первого, да и игра во втором тайме была более задиристой. Во многом я это связываю с тем, что во втором тайме была отличная линия обороны, она справилась со своими задачами гораздо лучше, чем те ребята, которые были в первом тайме. Это Дмитрий Живоглядов, это Мампаси с Кузьмичевым и это Марио Митай на левом фланге обороны. В первом тайме, соответственно, у нас выходили Нинахов, Макеев с Погосновым и Наир Текнезян. Так вот, во втором тайме мы фактически не дали ничего Бунеткору сделать у наших ворот. А вот в первом тайме подходы у узбеков были и чаще всего они были связаны с не очень качественной игрой Егора Погоснова. У него то не получалось мяч вынести, то куда-то убежал из центра обороны на фланг, и при этом ничего не сделал. Ну, в общем, такие типичные ошибки молодого защитника, да еще и на фоне нагрузок. То есть вот он с нагрузками как раз из всех, наверное, справляется хуже всего. Большое тело и, ну, молодой возраст он к таким нагрузкам еще не привык. Ну, ничего страшного, бывает, это всего лишь товарищеский матч. Ошибки лучше набивать шишки в товарищеских матчах, чем в официальных. А от ошибок ни один молодой центральный защитник никуда не денется. Ну и, конечно, во втором тайме сильно поразил Вадим Раков. Он, в отличие от Егора Погоснова, такое ощущение, что нагрузок вообще не замечает. В послематчевом интервью, которое вышло на официальном канале Локомотива, он прям так и сказал, ну, да что нагрузки. Ну, нагрузки как нагрузки. Это в то время, как, я напомню, Иван Игнатьев говорил, что он никогда не видел таких нагрузок. Под нагрузками играть тяжеловато? Да не сказал бы, у нас есть восстановительные мероприятия, мы успеваем останавливаться и подходим к матчам в хорошей форме. Возможно, конечно, просто возраст такой у Вадима Ракова, что он хорошо адаптируется к нагрузкам. Я вот себя помню в 15 лет мог вполне себе и 3-4 часа играть в футбол, и неважно. А вот сейчас я уже развалюха, которой и полчасика побегать уже не может. Так что, в любом случае, просто рад за Вадима. Он вышел сначала на левый край атаки, потом его переместили в центр. Он фактически играл правого центрального защитника, но он был первым на рывках в оборону, он был первым на рывках в атаку. И именно с ним были связаны все самые яркие атакующие действия нашей команды во втором тайме. Очень жаль, что не забил. Было два просто ярчайших момента. В одном ему Глушенков скидывал мяч, он не дотянулся до него. В другом он отлично подстроился и пробил с левой ноги под перекладину. Но вратарь тоже успел сместиться и вытащил этот мяч прямо под самый заново встречи. В любом случае, этот матч Вадим Райков точно может записать себе в актив. И, ну, я очень удивлюсь, если Вадима Райкова после вот такого матча потом куда-нибудь сошлют в молодежную команду, дескать, еще не дорос. Он был лидером атак локомотива во всех смыслах. То есть Миранчук в первом тайме был далеко не так ярок, как Вадим Райков во втором. Так что ждем Вадима Райкова второй части сезона уже полноценным игроком основы и без каких-либо скидок. 18 лет пора заявлять о себе. Ну и пару слов, конечно, про голы. Как же без них? Все-таки именно голы это главная часть матча, чтобы там не думал по этому поводу Вадим Евсеев. Первая же подача от Антона Миранчука с углового нашла голову Ивана Игнатьева. Тот хорошо отклеился от защитника и пробил. Но гола бы, наверное, не было, если бы не защитник на ближней штанге, который попробовал этот мяч выбить, а в итоге только срезал его в свои ворота мимо рук вратаря Бунеткора, который провел, кстати, очень хороший матч. Ну, бывает, но отметим отличную подачу, отличный удар Ивана Игнатьева. Вообще, если помните, год назад стандартные положения были чуть ли не бичом Локомотива. Любая команда, с которой мы играли на сборах, создавали опасность с каждого абсолютно стандарта у наших ворот. Мы же со стандартов, ну, практически не забивали. Здесь первый же самый стандарт, опасность, а у наших ворот, как ни пытались бунеткоровцы что-либо сделать, ничего особенно не получалось. Это приятный момент, как и то, что в целом со стандартов мы довольно часто били. И, собственно, этот удар, который завершился голым Ивана Игнатьева. Был еще момент, когда Керкса Штрафнова нашел голову Раканьяца. Был момент в концовке, когда Вадим Раков пробивал. В общем, ну, моментом со стандартов вполне себе нормальное количество было. Ударов акцентированных тоже хватало. Пропустили мы, к сожалению, тоже в свойственном нам стиле. Довольно банальная передача со своей половиной поля куда-то под линию Штрафной. Погоснов почему-то упускает игрока и идет с ним на фланг, но не прессингует и не зарабатывает хотя бы фолл, а просто сопровождает игрока, из-за чего в центре обороны получается небольшая дыра. Двоечка от узбекских игроков, пасек на вес и... Что делает Макеев? Я, честно говоря, много раз на повторе крутил и пытался понять, что делает Макеев, я так и не понял. Он бежит куда-то на ближнюю штангу, но именно туда же стремится Дмитрий Баринов, который, как опорник, обязан страховать вот именно вот эту вот зону, которую покинул Егор Погоснов. Зачем? Макеев от своего игрока, за которым он наблюдает, он несколько раз разворачивался и крутил головой и смотрел, а где же его соперник? Но зачем-то побежал на ближнюю штангу, прыгнул, до мяча не достал, и игрок Бунеткора, который вообще не ожидал такого подарка, ни куда не двигаясь, стоя, даже не прыгая, просто кивает головой мяч в сетку. Ну, отвратительная и безобразная игра. Кстати, в первом тайме был момент очень похожий у Камано, он тоже стоя, не прыгая пробивал головой по мячу, но получилось у него гораздо хуже, чем у нападающего Бунеткора. Есть чему поучиться. 1-1 вполне неплохой результат, хотя результат это вообще последнее, на что нужно обращать внимание в первом матче на сборах. Гораздо больше нужно обращать внимание на физическую готовность, на то, как игроки чувствуют себя, а было видно то, что уже после 25-30 минуты каждого из таймов футболистам было откровенно тяжело передвигаться по полю. Значит, нагрузки достаточно сильные, хотя некоторые эти самые нагрузки воспринимают чуть лучше, некоторые чуть хуже, но это тоже, в общем-то, индивидуальная особенность организма. Мне матч понравился, мне понравилось количество подходов к чужим воротам, были опасные моменты и вполне могли забивать и второй, и третий гол, но чуть-чуть не получилось. Надеюсь, что дальше на сборах галуктенов научат их все-таки находить путь к воротам более стабильно, чем это у нас сейчас получается. Ну и поехали к трансферным слухам. Ну, конечно же, к слухам, конечно же, а как же иначе-то в межсезонье? Помните, на прошлой неделе мы с вами расстались на новости, что Дмитрий Баринов вроде как заинтересовал Бешикташ? И, судя по всему, это межсезонье пройдет под знаком Санте-Барбары. Дмитрий Баринов переходит в Бешикташ? Нет, не переходит в Бешикташ. А Бешикташ хочет его за такие деньги, а Локомотив хочет за такие деньги, а предложил вот это, а Локомотив предложил вот это. Короче, слухов просто немерено. И турецкая сторона что-то выдумывает, и российская сторона что-то выдумает, и порой просто какие-то сумасшедшие вещи. Дескать, Бешикташ предложил миллион евро за Дмитрия Баринова. Ну, понятное дело, что за миллион евро Локомотив только посмеется в лицо туркам, и они это прекрасно понимают. Таким предложением никто не будет оскорблять другую сторону. Да, это все равно, что Локомотив сейчас предложит Манчестер-Сити за Эрлинга Холланда 500 тысяч долларов. Зачем это нужно делать, кроме как людей смешить? Естественно, все более-менее на рынке адекватно себя ведут, и Бешикташ предлагает какие-то не очень большие деньги. Дмитрий Баринов не стоит сейчас больших денег, но тем не менее и не миллион евро. А вот Локомотив хочет 15 миллионов евро. Именно такая сумма прописана у Дмитрия Баринова в качестве отступных. И такие деньги, понятное дело, за Дмитрия Баринова, особенно нынешнего Дмитрия Баринова, не заплатит никто. Так что будут они вот с разных сторон пытаться куда-то на какой-то сумме сойтись. Последняя новость заключается в том, что Бешикташ сделал предложение, Локомотив отказался, и, судя по всему, Бешикташ переключился на какого-то другого игрока в центр поля. Но это не значит окончание сериала. Вполне возможно, что другой кандидат в центр поля Бешикташа точно так же будет стоить слишком дорого, поэтому Бешикташ вернется, предложит чуть больше, Локомотив захочет еще чуть больше и по новой. По крайней мере, Дмитрий Баринов хочет уехать в Европу, и мы с вами это точно знаем. На мой взгляд, отъезд Дмитрия Баринова для Локомотива не станет какой-то прям супер большой проблемой. Хотя проблемой все-таки станет. Я не отношусь к хейтерам Дмитрия Баринова, хотя часто говорил о том, что в прошлом году именно Дмитрий Баринов должен был взять на себя бремя лидерства не только в раздевалке, но и на поле, а по факту год провалил. Но тем не менее, я же знаю, что Дмитрий Баринов это достаточно сильный игрок, и в умелых руках умелого тренера вполне может раскрыться. Иметь такого игрока по бояме Локомотива это хорошая штука. Еще лучше было бы, если бы Дмитрий Баринов, например, хорошо воспринимал сидение на скамейке, потому что сейчас это ходячая бомба. На данный момент, на мой взгляд, гораздо лучше смотрится середина поля, в которой играют Карпукас и Марадишвили. А вот Дмитрий Баринов это все-таки некое ослабление нашей мощи в центре поля. Однако посадить капитана команды в запас эта штука не видна, поэтому его то в центр обороны пихают, где он ошибается, ведь он не центральный защитник, то Марадишвили сажают на лавку. Короче, от оптимального это очень и очень далеко. Но и отдавать Баринова за бесценок тоже не стоит. Надо знать себе цену и продавать своих воспитанников, тем более капитана команды, за достойные деньги. На мой взгляд, продать Баринова можно за 5-6-7 миллионов, это примерно адекватная его цена. Ну а центральных полузащитников в Локомотиве хватает. Академия плодит центральных полузащитников просто как не в себя. И уже есть Михаил Щетинин. 2005 год рождения, одногодка Вадима Ракова. В матче с Буниткором вышел во втором тайме, сыграл 20 минут, именно его заменил Максим Глушенков. Но эти 20 минут Михаил Щетинин отработал вполне себе адекватно. Ходил на чужую половину поля, отбирал в центре, в общем, все, что нужно, делал. И я вас уверяю, там в ЮФЛ-ных командах еще центральных полузащитников навалом. Будем следить? Я уверен, что эта ситуация еще будет развиваться. Ну а пока неожиданно совершенно пришел слух из Бельгии. Дескать, Ноэ Дюссен, капитан стандарта, попрощался со своей командой и отправился в Локомотив. Пока никакого подтверждения из российских источников этому нет. Но и это, в общем-то, наводит на мысли. До этого каждый раз, когда появлялся какой-то слух, который однозначно неправда, Иван Карпов примерно за 15-20 минут писал что-нибудь в своем матерном стиле. Сейчас полный молчок, и это наводит на определенные мысли. Ноэ Дюссен это 30-летний центральный защитник, который практически всю свою карьеру провел на родине в Бельгии, но однажды выезжал на вояж в Италию, в Кротоне. Там, правда, не закрепился, сыграл всего 9 матчей в серии А и отправился назад. Все отмечают невероятные лидерские качества Дюссена, дескать, это прирожденный капитан. Капитанил он и в стандарте последнего времени, но, правда, по каким-то причинам стандарт решил не продлевать с ним контракт, который должен был закончиться летом 2023 года. И поэтому Дюссен решил, что, ну, раз я вам не нужен, пойду-ка я поищу себе новый клуб. Говорили до этого про турецкие, но здесь появился Локомотив, который, видимо, Дюссена перехватил. Хотя, опять же, никаких серьезных подтверждений на данный момент этому нет. Схема трансфера очень запутанная, но в нынешней ситуации, наверное, по-другому нельзя. Дюссен сам выкупит себя у стандарта и придет в Локомотив на полгода. Пока на полгода, и если Локомотив сохранит прописку в российской премьер-лиге, контракт автоматически пролонгируется еще на год, ну, а может быть и дальше, если Дюссен Локомотиву будет нужен. На мой взгляд, это просто шикарные условия для Локомотива, потому что мы практически ничем не рискуем. Дюссен на самом деле неплохой центральный защитник. Из его минусов все отмечают неповоротливость и небольшую скорость, но невозможно быть защитником с маленькой скоростью в чемпионате Бельгии. Там все просто как электрички бегают, там этих африканских легкоатлетов в каждой команде штук по пять. Поэтому, если ты не умеешь выбирать позицию или не обладаешь скоростью, то ты просто и не защитник, тебя никто не будет ставить. Дюссен же играл стабильно, хотя и в последние годы примерно 20 из 30 матчей своей команды. Периодически пропускал из-за дисквалификации, желтых карточек он хватает много, бывают и вторые желтые карточки, и даже прямые красные. Но в целом, если посмотреть на отметки Хускорда, очень даже приятные. В этом сезоне Ной Дюссен входит в топ-5 центральных защитников чемпионата Бельгии. Да и по прошлым сезонам тоже все более-менее приятно. Также хорошая статистика у него и по вайскауту. В общем, если Ной Дюссен приедет в локомотив, это будет как раз закрытие той самой позиции опытного лидера в центре обороны, который и подскажет, и напихает, и если надо, выйдет и за всеми почистит. Эдакий Тарас Михалик только с бельгийских земель. Пожалуй, на сегодня со слухами все. Нет у нас ни слухов про нападающих, ни слухов про каких-то других центральных защитников. Так что, наверное, следующая неделя будет более богата на них. Ну и будет у нас еще один товарищеский матч. И в целом, первый сбор локомотива должен на следующей неделе уже подойти к концу, после чего команда переместится в Дубай по соседству в тех же самых Арабских Эмиратах. На сегодня все. Еще раз призываю подписываться, еще раз призываю поставить лайк, а также подписываться на ВК Плей, Телеграм и другие социальные сети, которые вы найдете. И пока! До новых встреч!